Пушкинская карта в действии. С 1 сентября прошлого года по всей стране стартовала программа, с помощью которой молодежь от 14 до 22 лет может приобретать билеты в театры, музеи, библиотеки и концертные залы за счет государства. В одном из учреждений участников побывала и наша съемочная группа. Как Пушкинская карта работает в регионе и кто уже успел присоединиться к программе, узнала Юлия Рожкова. УЗИ народной культуры участник федеральной программы Пушкинская карта. Обычно здесь проходят мастер-классы, квесты или интерактивы. Сегодня обладатели карты смогли стать участниками фольклорной программы от Рождества до Крещения. Аня учится в 10 классе в поселке Комсомольский. Пушкинскую карту оформила еще полгода назад, когда увидела объявление в социальных сетях. Тогда на счету было 3000 рублей, которые Аня потратила на несколько походов в театр и на фестиваль этажи. Это дает такие колоссальные возможности посетить какие-то интересные места, особенно если приезжают из других городов. Молодежи иногда просто не хватает, куда сходить, особенно в маленьких городах, куда-то посетить. А такая возможность и шанс, мне кажется, это потрясающе. В регионе больше 22 тысяч человек уже оформили Пушкинскую карту. С 1 января этого года баланс обновился. На счет поступили 5000 рублей. Со старта реализации программы культурные учреждения региона провели более 800 выставок, фестивалей, мастер-классов и концертов. И это только начало. Наш музей посетили свыше 600 молодых людей. Активными самыми месяцами стали ноябрь и декабрь. И если в целом сравнивать посещаемость с молодыми людьми нашего музея, в том числе и по Пушкинской карте, то за этот период, конец года, посещаемость увеличилась в 2,5 раза. Всего в федеральной программе участвуют 90 культурных учреждений области. С этого года планируют включить еще около 20, а также 10 туристических фирм и кинотеатры региона. Кроме того, проект «Пушкинская карта» вошел в народную программу «Единой России». Около 13 миллионов человек от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать театры, музеи, филармонии и концертные площадки. Афишу можно посмотреть на сайте культура.рф. А если вы тоже решили стать участником программы, необходимо просто оставить заявку в личном кабинете на портале госуслуг. Юлия Рожкова, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.